Восемь захватывающих историй партизан и минута, чтобы рассказать о ней зрителям. Сегодня мы уже успели познакомить вас с двумя из них. О работе над проектом «Партизаны Беларусь» мы можем узнать из первых уст автора роликов Катерины Додеркиной и заместителя директора главного редактора издательского дома «Беларусь» сегодня Ивана Синичкина. Доброе утро, уважаемые гости. Иван, ну начнем, наверное, с вопроса к вам. Цикл роликов — это часть более масштабного проекта «Партизаны Беларуси». Что он из себя представляет и кто над этим проектом трудился? Расскажите, пожалуйста. Совершенно верно. К этим роликам мы пришли в первую очередь после того, как начали работать над большим нашим проектом «Партизаны Беларуси». Это наш совместный проект с Национальным архивом Республики Беларусь. Мы как бы долго вынашивали эту идею, общались с историками, общались с архивистами и пришли к выводу, что такая база необходима. База оцифрованных документов о наших партизанах. Ее не существует в электронном виде, она существует в архиве и выдаются документы только по запросу родственников о своих партизанах. А сейчас, после оцифровки этих документов, их может найти каждый желающий о своих родных, близких, земляках в первую очередь. А документы — это свидетельство подвига, героизма нашего народа, наших белорусов. Вот такой большой объем работы, конечно, проделан просто невероятно. Слушайте, ну в интернете уже работает сайт «Партизаны Бай». Да, да, совершенно. А какие возможности предоставляет этот портал? Вчера мы презентовали и дали доступ к этому сайту. Работа еще только в самом начале пути. Всего по данным, предположительным данным архивистов, порядка больше 400 тысяч партизан. 400 тысяч. А документов в два раза больше, как минимум. Сейчас у нас на портале находится более 35 тысяч уже учетных карточек, электронных, виртуальных, у 35 тысяч наших партизан. То есть мы даже порядка 10% только обработали, начиная с февраля этого месяца. Но все равно за такой короткий промежуток времени мы смогли сделать действительно колоссальную работу по созданию этого портала. А теперь он выглядит как такой поисковик. Мы заходим, мы вводим фамилию своего родственника. Достаточно просто набрать фамилию, уже выдастся список тех, кто загружен на этот портал. Тем более портал позволяет похожие фамилии подбирать, если вы не знаете, как правильно произносить. Очень удобно. Да, тем более и очень удобно, когда похожие фамилии и редакторы, которые вносят, не разобрались, например, в написании, потому что это все рукописные, на выцветшей бумаге, на старых документах происходит. Они вносят несколько вариантов фамилии в первую очередь. Ну и система сама выбирает, вместо О может А подставить, поэтому достаточно удобный такой поиск. Катерин, слушайте, ну вы отвечали за создание цикла видеороликов. Вот из такого огромного количества участников, как вы выбирали людей, о которых снимали вот эти вот ролики? Это было невероятно сложно. Вот представьте, я захожу на сайт и вижу 35 тысяч документов. Это не просто документы и отсканированные листы, это 35 тысяч историй. И вот каково из этого выбрать те, которые выйдут на большой экран? Естественно, три часа я это читала, три часа... У меня были слезы, правда, потому что это очень эмоционально, потому что каждая история, она особенная. Потом просто решили подойти с точки зрения зрителя и понять, что именно будет важно зрителю увидеть. В первую очередь, это то, насколько разными были людьми, которые принимали в этом участие. Поэтому у нас есть и 14-летний школьник, подросток, да, и молодая красивая женщина, и мужчины разных возрастов и воинских званий, да, начиная от людей, которые звания не имела, заканчивая лейтенантами и выше. То есть, а второй момент — это человеческая история, потому что все мы знаем, что наградные листы — это не художественные произведения, да, это документ, в котором зачастую просто по пунктикам перечислено подвиг, возраст, что сделал, сколько рельс подорвал, сколько гранат бросил и в каких местах побывал, да. — Да, мы видим на экране. — Да, в каких боях принимал участие. А нужно было найти историю, да, и то, что бы тронуло тот же рядовой сковородкой, которую мы только что видели, это человек, который там скрывал бойцов, да, делился с ним последним куском хлеба. То есть вот было важно найти именно истории живые, чтобы люди увидели за вот этой вот сухой канцелярской информацией героя. — Кать, ну очень важно ведь не только история, а еще кто эту историю донесет и расскажет, кто работал над созданием этих роликов, кто, чьим голосом это все произносится. — Это наш народный артист Беларуси, Гостюхин Владимир, который прочувствовал, да, проникся этой историей, каждую историю он пропускал через себя. Мы высылали ему по одной истории, он их читал, понимал, осознавал, что-то пытался перестроить, но мы боролись с тем, чтобы это было все-таки приближено к оригиналу, к тому, что было в наградном листе. То есть, конечно, язык самих этих текстов несколько отличается от привычного нам, хотя многие люди были достаточно грамотные, все это красиво расписано, они очень эмоциональные вещи. Мы старались убрать канцеляризмы, но при этом оставить их в той степени, чтобы не нарушить целостность. — Патя, послушай, но при этом это же нужно было все как-то еще уместить в минуту видео. — Это самое сложное. — Каким образом это удалось сделать? — Это самое сложное, потому что изначально хотели сделать 40 секунд, потом минут, в итоге у нас получилось даже больше минуты, просто попытались это максимально сжать. И человеку, который будет последствия открывать этот сайт и читать историю, в первую очередь, я думаю, своей семьи, нужно будет понять, что мы сделали только самые важные, самые такие ключевые моменты, а все остальное нужно уже самому почитать, изучить и проникнуться. — Заинтересовали, конечно, прям сумасшедший интерес. — Если у меня вызвали, я представляю, какой у наших телезрителей, мне кажется, все отправились уже посмотреть, что же это такое, что это за сайт. — Ну, немножко лично мы знаем, что один из роликов рассказывает о мужчине по фамилии Дадеркин. Это особенно личный ролик для вас, Катя. — Да, дело в том, что, как, наверное, любой человек, первое, что я сделала, когда зашла на сайт, это ввела свою фамилию. И было удивительно увидеть там своего прадеда, историю которого не знали в моей семье. И это было вдвойне неожиданно, вдвойне приятно, потому что... И вот еще раз хотел сказать спасибо огромное за эти архивы, потому что, наверное, учить историю, узнавать историю лучше всего через личное. И когда я увидела историю про то, что мой дед был, прадед был лейтенантом, про то, что он провел огромное количество спецопераций и погиб в бою, ну, это действительно трогает. И после этого хочется копать, хочется узнавать больше. Наверное, вот если каждый из нас просто зайдет на этот сайт и просто прочтет там историю своего деда, своих родных и близких, он поймет, насколько много было сделано. И это, проверьте, важнее порой, чем... — Вот, кстати, я хочу спросить у Ивана. Иван, а насколько часто будет обновляться сайт? Как часто будут добавляться фамилии, имена новых-новых участников партизан, которые еще не внесены? — Над проектом работают редакторы. Помимо того, что сам процесс, он достаточно сложный, мы понимаем, что это архивные документы, они сканируются в национальном архиве. Мы в дополнение им передали высокоточный планетарный сканер, в том числе дополнили их оборудованием. Они сканируют эти листы, ну, естественно, каждый день происходит сканирование, их нужно расшить, уложить на сканер правильно, отсканировать. Это все автоматически отправляется к нам на портал. И здесь уже работают наши редакторы, издательского дома и волонтеры, студенты минских вузов, которых мы привлекаем. Это очень, ну, ответственная работа в том числе и для них, и для историков. И ежедневно, ежедневно происходит и сканирование, и обработка этих документов. И на сайте у нас такой счетчик импровизированный, да, который в течение даже времени может меняться. Вы зайдете, а цифра, сколько вносится в этот момент времени, да, то есть это действительно мы такую визуализацию сделали, чтобы люди понимали, что это не замершая цифра, а растущая. И работа постоянно идет. Спасибо вам большое за то, что нашли возможность сегодня к нам прийти. Кстати говоря, мы сейчас будем смотреть ролик про вашего прадеда. Спасибо, хорошего дня. Михаил Афанасьевич Додеркин, сержант, командир отряда имени Лазо. Осенью 42-го года личной инициативой сержант Додеркин поднял отряд Ильина на разгром полицейского гарнизона в деревне Латыгова. После двухчасового ожесточенного боя гарнизон был полностью уничтожен. Позже Михаил Афанасьевич возглавил штурмовую группу по уничтожению автотранспорта противника. В ходе операции выстрелом в упор убил немецкого полковника и изъял секретные документы. В мае 43-го года после многочисленных боев в тылу врага сержант Додеркин пал смертью храбрых. Но его решительность и беспредельная преданность Родине продолжали вдохновлять личный состав на дальнейшие подвиги. Представлен к наградам. Орден Красного Знамени и Орден Отечественной войны первой степени посмертно. Среди ваших близких тоже были герои. И вы можете узнать об их подвигах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова